Валентина Приходько 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 этого года. В частности, это УЗИ-аппарат для отделения сердечно-сосудистой хирургии. В данный момент заканчивается работа по монтажу нового парового стерилизатора. После выхода из строя колоноскопа, буквально в течение недели заключен договор, и к концу года мы ждем его поставки для выполнения исследований толстой кишки. Насколько мне известно, в городе данную операцию данное исследование никто не производит. За 2017 год в ЦМСЧ пришли работать 28 новых врачей. Невролог из Вельска, кардиолог из Архангельска, хирург из Ленинградской области и на подъезде хирург с Дальнего Востока. Что привлекает специалистов на севере? Кроме опыта, это условия труда. Льготы, оплата жилья и проезда, квартира в строящихся звездочкой Севмашем домах. И, конечно, достойная заработная плата. Средняя заработная плата врачей приближается к 70 тысячам рублей, к 50 тысячам рублей. Средняя заработная плата медицинских сестер на порядка 32 тысяч рублей. Разумеется, это средняя заработная плата. Например, разница по поликлинике и по стационару. По стационару на большую поликлинику и меньше. Но, тем не менее, это та реальная заработная плата, которая сегодня есть. В планах на год грядущий участие в федеральном проекте «Бережливая поликлиника» и создание системы менеджмента качества услуг. Мария Воробьева, Павел Пуненов, Вестник Северодвинска. На 695 рублей в среднем увеличатся пенсии северодвинцев с 1 января. Об этом сообщила начальник управления пенсионного фонда в Северодвинске Юлия Сеньковская. Напомним, с 1 января выплаты вырастут на 3,7%. Повышение коснется лишь неработающих пенсионеров. У нас в городе их почти 45 тысяч. Еще 24 тысячи работают. Тем, кто получает пенсию на почте, будут выплачивать день в день. 3 января за 3 января и так далее. Вплоть до 8 января и перехода на штатный режим работы. Тем, кто должен получить деньги с 7 января, получат их 5 в связи с выходным на почте. Те, кто получает выплаты в банках с 3 по 10 января, средства переведут до нового года. Кроме того, с 1 января на 4% повысят зарплату северодвинских бюджетников. Постановление подписал глава города. Муниципальные учреждения должны увеличить на 4% зарплату работников, на которых распространяются указы президента. Кто-то ставит елку, а кто-то уже орудует в теплицах. На северодвинском агрокомбинате сегодня начали сеять рассаду. Первыми высадили огурцы. Через пару дней до страстки пчела опыляемый огурец. Такой сорт планируют взрастить в этом блоке. Сеют зерна постепенно. Сегодня на три теплицы. Следующий посев 29 декабря. Зима – традиционное время для рассады. Правда, в прошлом году аномальные морозы стали причиной гибели всех растений. Холодов агрономы опасаются, но не боятся. Произведена большая работа по восстановлению всего предприятия. Надеемся, в этом году, конечно же, такого не случится. Мы даже не хотим об этом думать. Мы глядим вперед. Мы хотим расти, развиваться, работать там, где нам нравится. Поэтому предприняты все действия, чтобы такого не повторилось. Первые огурцы здесь собираются снять к 23 февраля и 8 марта. Тогда они появятся и на прилавках магазинов. В Поморье новый поставщик электроэнергии. С 1 января это будет не Архэнергосбыт, а МРСК Северо-Запада. С руководством последней встретился глава Северодвинска Игорь Скубенко. Как пояснил замгенерального директора МРСК Северо-Запад, Андрей Кашин, на гражданах реорганизация никак не скажется. В квитанциях они увидят лишь изменение реквизитов счета. Двойных квитанций не будет. Сбытовая компания сейчас выставляет за электрическую энергию за декабрь месяц. Там ее будет расчет на счета выставлены. А в новых квитанциях, которые будут выставлять филиалы Архэнерго, будет уже выставляться новые расчетные реквизиты с новой Архэнерго. Оплачивать квитанции с новыми реквизитами можно на почте или в банке. Предприятие намерено подключиться к системе Сбербанк Онлайн. Игорь Скубенко поручил своему заму взять на контроль заключение договоров с новым поставщиком электрической энергии. Бюджетные предприятия должны провести эту работу в сжатые сроки. По вопросам качества детских товаров, а также выбора новогодних подарков, можно обращаться на горячую линию Роспотребнадзора. Позвонили уже 63 человека. Спрашивают, как обменять товар, какую информацию должна содержать маркировка и другое. Всем обратившимся дают разъяснения, а также оказывают помощь в составлении претензий. Горячая линия проработает до 28 декабря. Телефоны на экране. Теперь о погоде смотрите Небесную канцелярию. До конца года среда, последний морозный день, затем потепление. Здравствуйте, о метеопрогнозах после анонсов. Смотрите во второй части выпуска. Все более ухищренными способами родственники пытаются передать осужденным запрещенные предметы. На этот раз мобильные телефоны найдены в банках со сгущенкой. Родом из Советского Союза. Елочные игрушки 30-50-х годов представят в Северноморском музее. А в Котловском реабилитационном центре пополнение. Накануне Нового года ослика и пони подарили детям меценаты. Накануне Нового года ослика и пони подарили детям меценаты. Поможем вам оформить санаторно-курорные карты и медицинские справки для поступающих в учебные заведения. Участвуем в программе государственных закупок. Ждем вас по адресу проспект Морской, 53. В среду 27 декабря по данным сайта Архангельского гидрометцентра в Северодвинске ночью минус 11, днем минус 8. Ветер юго-восточный, слабый до 2 метров в секунду. Облачно, небольшой снег. Атмосферное давление к вечеру слабо опустится до отметки 743 миллиметра ртутного столба. В народном календаре 27 декабря, Филимонов день. На Руси говорили, что теперь дни и ночи будут становиться длиннее и светлее. По Филимону предсказывали погоду. Студенный день обещал жаркое лето, снежный ветреный день солил хороший урожай. Переменчивость погоды означала оттепели зимой. С наступающим Новым годом поздравляет вас спонсор Небесной канцелярии, компания Здоровье и Милосердие. А у меня все. До свидания. Много лет на защите вашего здоровья. Медицинский центр «Семейный доктор» предлагает широкий спектр качественных медицинских услуг для взрослых и детей. Все виды ультразвуковой диагностики, в том числе УЗИ сердца, плода, оценка проходимости маточных труб. Более тысячи видов лабораторных исследований, лазерное лечение заболеваний лор-органов, герудотерапия, водительские комиссии. Прием ведут только высококвалифицированные специалисты с огромным опытом работы. Болезнь можно предотвратить до начала тревожных симптомов. Медицинский центр «Семейный доктор». Ваше здоровье – наша забота. Железнодорожная 34. Встречайте Новый год с новой мебелью. Компания «Вектор» – правильное направление при создании уюта и комфорта в вашем доме. Сауны «Капитан Сильвер» и «Бакареш» приглашают всех ценителей отдыха. Для вас просторные парные, бассейны, комнаты для гостей. Все для отдыха с большой компанией. Наш адрес – железнодорожная 31А. Телефон 8 902-198-3666. Работаем круглосуточно. Уважаемые северяне! Позвольте поздравить вас вместе с коллективом «УАУА Северодвинск Молоко» с наступающим! С Новым годом! И к новостям региона. В Северноморском музее украшают свою полярную елку. К Новому году там открывается выставка советских елочных игрушек. Среди экспонатов – фигурки полярников, дирижаблей, самолетов, украшавшие новогодние ели наших дедушек и бабушек в 30-е и 50-е годы прошлого века. А на музейной еле уже разместили современные игрушки, сделанные школьниками региона. Первой вдохновилась праздником Элла Микушева. Белые медведи, полярники, дирижабли, самолеты – вот он тренд в украшении советской новогодней елки 30-х-50-х годов прошлого века. Картон, проволок и металл на заре производства елочных игрушек в СССР экспериментировали с материалом. В ход шла даже вата, например, для изображения дрейфующей полярной станции. Палатка Папанинцев, СП-1, Северный полюс-1, она в наибольшей степени отражает эпоху и то, что полярники – это до появления космонавтов, это самые супергерои советские. Бережно сохранила все эти игрушки архангел-городка Нина Захарова. Сейчас она живет в Петербурге. Коллекцию собирает с 80-х годов. Многие вещи достались от деда. Для Северного морского музея Нина Захарова отобрала украшения, связанные с темой Арктики. Именно их вешали на первые новогодние ели, официально разрешенные советской властью в 1935 году. Дело в том, что в 30-е годы меняется отношение со стороны государства к празднованию Нового года. Новый год – это теперь официальный праздник. И украшать елку становится в порядке вещей. Это становится модным, становится актуальным. На музейной елке уже современные игрушки «Каждая» в единственном экземпляре. Авторы – школьники со всей Архангельской области. Праздничные подделки, всего около 600 работ, присылали на конкурс, объявленный Северным морским музеем в конце ноября. Эта работа пришла к нам из Северодвинской специальной школы. То есть у нас было несколько номинаций. И эта работа одна из призовых. Вот, довольно такая необычная вещь получилась. Что касается других работ, вот могу вам показать Жижгинский маяк. То есть такой маяк существует на самом деле. Детские фантазии на тему новогодней игрушки тоже об Арктике и ее обитателях. Сравнить эти украшения с советскими образцами можно уже сейчас. Коллекция Нины Захаровой демонстрируется в Северном морском музее до конца января. Элла Микушева, Сергей Зелинский. Вестник Северодвинска. Ослик и пони в подарок. В Котловском реабилитационном центре в канун Нового года пополнение. Меценаты коллектива электромеханического завода сделали необычный презент для воспитанников центра, чтобы те занимались ипотерапией. Животных привезли из Ярославля и Подмосковья. В центре уже есть две лошади. Теперь к ним присоединилась еще парочка парнокопытных. Они ехали двое суток почти, потому что дорога была не очень хорошая, было скользко. Ослика назвали Яшкой, ему всего три месяца, а пони пятнашкой, ей полгода. Впереди длительные тренировки. На пятнашку седло наденут, когда ей исполнится год. Мы их дни рождения обязательно будем отмечать. Тем более, что пони родилась тогда, когда мы отмечаем практически день рождения центра в июне. Как только они немножко привыкнут адаптироваться, мы детей постарше тоже будем давать возможность детям постарше общаться с ними. То есть они должны привыкнуть к тому, что вокруг них все время будут дети. Для сладкой парочки уже составлен рацион питания – сено, яблоки, морковка. Едят они с аппетитом и вместе, а вот темпераменты у них разные. Пятнашка спокойная, а Яшка уже показывает свой ослиный характер. Они еще маленькие, во-первых, очень сложно сказать. Но он такой любознательный, но и в обиду себя уже не дает, он так хорошо подлягивает. Для реабилитации особо детей и животных будут использовать после обучения. Ипотерапия – один из самых результативных методов реабилитации для таких ребят. Осужденным родственники пытаются передать запрещенные предметы и при помощи квадрокоптера, и даже в банке со сгущенкой. А в северо-одвинских больницах с нарушением ведут журналы учета лекарств, в которых есть наркотические вещества. Обо всем подробнее в рубрике «Протокол». Спонсор рубрики «Протокол» – магазин «Рыбак». В магазине «Рыбак» вы можете приобрести по сниженной цене прикормки и живые наживки, мотыль в жидкости и опарыши. Акция до 8 января включительно. Магазин «Рыбак», Южная, 34. На помощь рыбацкой смекалке приходят всевозможные прикормки, активаторы клева и наживки. В магазине «Рыбак» представлен огромный ассортимент по привлекательной цене. Всегда в продаже живая наживка. Опарыши простой, красный, крупный, простой в эконом-упаковке. Мотыль живой, один коробок – 30 рублей. Внимание, новинка! Мотыль в жидкости. Прикормка супер-универсальная с живым опарышем, черви дандробена и навозные. Большой выбор сухой прикормки для ловли карпа, карася, леща и платвы. Магазин «Рыбак» на Южной, 34, в Северодвинске и на Садовой, 8 и Окружном, шоссе, 13, в Архангельске. Женщина, которая принесла сгущенку с мобильными телефонами внутри, уверяет, что посылку осужденному ее попросили передать. Банки, на которых обод вокруг крышки был тоньше заводского, вскрыли сотрудники лечебно-исправительного учреждения в поселке Пукса Плесецкого района. В банках со сгущенкой обнаружили три мобильных телефона и три сим-карты. Нарушительница грозит штраф до 5000 рублей. А в исправительной колонии «Лесная речка» сотрудник услышал звук квадрокоптера. На место вышла группа караула и задержали подозреваемого. Мужчина попытался спрятать летательный аппарат в своем автомобиле. В результате осмотра транспортного средства на заднем сидите был найден квадрокоптер и три свертка, перемотанный скотчем. В них находились 8 мобильных телефонов, 2 сим-карты, 5 зарядных устройств, карта SD и гарнитура к средствам связи. Гражданин признался, что с помощью квадрокоптера пытался доставить на режимную территорию учреждения данные запрещенные предметы. В отношении его был составлен протокол об административном правонарушении. За минувший год в колониях области задержано 113 нарушителей. Из них 104 человека привлечены к административной ответственности. В отношении двоих за попытку передачи наркотиков возбуждены уголовные дела. Материалы на остальных находятся в суде. В северодвинских больницах с нарушением ввели журналы учета лекарств с содержанием наркотических или психотропных веществ, такие как снотворные и обезболивающие. Прокуратура совместно со специалистами управления наркоконтроля нагрянули в психологический диспансер и первую горбольницу. Так в учреждениях изменения в журналы вносились с исправлениями, которые сложно прочитать. Также в психдиспансере в приказе не было точно прописанной фамилии врачей, которые допускаются к таким лекарствам. Были выявлены нарушения правил учета хранения лекарственных препаратов, ведения и учета соответствующих журналов, формы журналов. Также в некоторых журналах отсутствовали сведения о том, что они надлежащим образом заверены, скреплены, то есть прошиты, пронумерованы должны быть, соответствующая печать и подпись руководителя должна быть. В результате проверки на имена главврачей учреждений внесены представления, замечания устранены. 15 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, из них 13 в психдиспансере. Праздник нам приходит в центре «Солнышко». Прошла традиционная новогодняя елка. Участниками праздничного события стали воспитанники центра, представители клуба многодетных семей «Солнечный круг» и ребята из малообеспеченных семей Заозерного округа. Праздник проходит уже в 11-й раз. Его организовывают депутаты городского совета и областного собрания. Мы очень рады, что на протяжении стольких лет мы помогаем ребятам. Да, собираются не только из центра «Солнышко», но еще и соседней школы, из соседних дворов ребята приходят. Рады, что всегда у нас живая елка. Самый главный подарок – это настоящий новогодний праздник, который сегодня мы дарим этим детям. Кроме подвижных игр, поиска Деда Мороза и подарков, на елке подвели итоги городского конкурса среди школьников «Елочная игрушка. Солнышко в подарок». Творческих работ было 178. Победителем стала ученица 4-го класса Диана Халтурина из 24-й школы. Парад грудничков и Новый год для особых детей. В доме ребенка сегодня провели первый утренник. К нему готовились несколько месяцев. И в отличие от обычного сада, участвовали в нем дети разных возрастов. Все как обычно – елка, Дед Мороз, Снегурочка. Ребята, вы меня узнали? Майка, Дед Мороз! Майка, подвижите меня внимательно! Но каждая группа особенная, как одна семья. У них постоянные воспитатели, нянечки и санитары. Их здесь называют близкими взрослыми. Именно они, а не музыкальный педагог, разучивают стихи с детьми, как дома родители. А уже песни и танцы на общих занятиях. Результат стихи читают даже те дети, которые с рождения считались тяжелыми. Прогресс налицо. Те, кто по здоровью, не ходят в качестве зрителей. А кто еще из ползунков не вылез на праздники гостей? Это часть утренника – парад грудничков. Эта идея у нас возникла три года назад. И, конечно, когда мы начинали подготовку к этому мероприятию, мы очень волновались. Потому что мы не знали, как отреагируют дети. Может быть, они испугаются большого количества людей, новой обстановки, громкой музыки. Но наши опасения оказались напрасны, потому что детки себя комфортно чувствовали. Мы поняли, что мы идем в нужном направлении. И вот парад грудничков стал традиционным в рамках детских утренников. Эмоции детей неподдельные. Им такая социализация, по мнению педагогов, на пользу. К Деду Морозу все дети привыкают заранее. Он задолго до утренника навещает все группы. Здесь и костюмы шьются индивидуально. В этом году, кроме нарядов, зверей шили платье для девочки-дюймовочки Наташи. А подарок каждый выбирал себе сам. Кстати, стать Дед Морозом для этих детей может каждый. Неравнодушных жителей Северодвинска всегда ждут в доме ребенка на бульваре строителей 27А. А у нас акция. Приносим удачу и кучу подарков в придачу. Подарки, лотерея, скидки. Ждем вас по адресу. Карла Маркса 1, магазин «Электронный мир». Дополнительная информация по телефону 52 98 00. Новогодняя акция в торговой сети «Эконом». Каждую субботу в декабре скидка 40%. Всем и на все. «Эконом» в Новый год с «Эконом». Золотой. Модно, стильно, доступно. Ах, эти топазы. Какая красота. Беру. К Новому году готово. Обувное предприятие «Рособувь» город Киров предлагает качественную обувь из натуральной кожи. Принимаем обувь в ремонт. Ждем вас каждый четверг в доме Корабела на Ленина 14 с 10 до 18 часов. Новогодние суперцены и скидки на всю технику в дискаунтерах холодильник. Например, телевизор за 9 990 рублей. Сковородка 290 рублей. Кухонные весы за 490 рублей. Микроволновка 2 990 рублей. Кастрюля 390 рублей. И чайник 390 рублей. Электрическая печь 2 990 рублей. Фен 290 рублей. Мобильный телефон 490 рублей. Огромный ассортимент. Низкие цены, бесплатная доставка. За подарками в дискаунтер-холодильник в Северодвинске на Морском 49А. Мы знаем, как сделать ваш праздник ярким. Салют поморья. Волшебство, доступное каждому. Внимание! Розыск победителей и участников конкурса модельеров и дизайнеров «Фасон-2018». Десять лет спустя торговый дом «Калаш» возрождает традицию. Призовой фонд более 200 тысяч рублей. Подробности в отделах «Калаш». Престиж Дент рад видеть своих маленьких пациентов в новой современной детской стоматологии. Все виды стоматологических услуг в одном месте. Терапия, ортопедия, хирургия, ортодонтия, рентген, томография и телерентгенография. Вашим деткам у нас понравится «Престиж Дент». И к новостям спорта. После выездного поражения от Зоркова Архангельский водник сыграл очередной матч чемпионата России в Нижнем Новгороде. Соперниками «Желто-зеленых» стали соседи по турнирной таблице Суперлиги хоккеисты старта. Молодой галкипер-водника Михаил Шиляев вновь продемонстрировал великолепную игру на последнем рубеже. Материал Константина Мухина. Передочным противостоянием старт и водник находились на рубеже попадания в заветную восьмерку. Плей-офф не за горами. Обе команды по ходу нынешнего сезона очень сильно лихорадят, что сказалось на их позиции в Суперлиге. Начало матча показало, что в атаку никто из соперников бежать не собирался. Обе команды играли от обороны, выбрав выжидающую тактику. На 16-й минуте Михаил Шиляев вновь отразил пенальти, но экс-полузащитник водника Максим Анциферов стал самым расторопным на добивании. Через 7 минут после розыгрыша углового Иван Козлов сравнял счет. В дальнейшем вся борьба преимущественно проходила в центре поля и обрела еще более закрытый характер. Отметим Михаила Шиляева, который еще несколько раз выручил водник. Итог матча 1-1. Ни одним словом, вскрыть оборону водника мы не смогли, не могли и проиграть так же. Были у них очень опасные контратаки. То есть игра такая была. Наверное, у водника даже было, возможно, больше моментов таких явных. Ну, вообще, если какая-то покорка хватает от команды, да? Поэтому, если вы три хорошо играют, это здорово и надежно в обороне. Замечательно, на самом деле. Если вы три хорошо играют, а воборот, это очень много значит для, скажем, для команды. Поэтому, дай Бог, чтобы они дальше хорошо играли. Заключительную игру в уходящем 2017 году водник проведет дома 28 декабря против Кировской Родины. Начало матча в 19.00. Константин Мухин, Вестник Северодвинска. В столице Поморья состоялись чемпионаты первенства области по жиму в экипировке. Селачи города Корабелов завоевали 11 золотых, одну серебряную и одну бронзовую награду. И все четыре абсолютных чемпиона – наши земляки. Данный турнир по пауэрлифтингу стал финальной точкой в уходящем году. И очень приятно, что на нем во всей игре показали себя атлеты Северодвинска. Среди юношей в своих весовых категориях первыми стали Игорь Багук, Даниил Гресик, Григорий Клешов и Антон Казанин. Стал абсолютным чемпионом. Среди девушек абсолютку выиграла Василина Маслова. Еще одно золото у Виктории Рогозиной. У женщин медаль высшей пробы завоевала Ксения Лебедева и ветеран нашего пауэрлифтинга Елена Парфенова. Она же стала абсолютной чемпионкой, выжив 142,5 килограмма. Среди сильного пола не было равных мировому рекордсмену Владимиру Гришаеву. Также на высшую ступень поднялись Андрей Лаихинин и Роман Ворохов. Также отметим рекордные 245 килограммов, в которые выжил серебряный призер чемпионата Дмитрий Амосов. Но с существенной поправкой Дмитрий выступал без экипировки. На сегодня это все. Увидимся завтра. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин